Всем привет-привет! Меня зовут Женя Гин. Сегодня я хочу вас взять вместе с собой к своему косметологу. Я думаю, что это видео будет интересно только девчонкам, потому что я расскажу вам свои секреты красоты. Давно вы меня расспрашиваете, какие салонные процедуры, какие маски для лица я делаю. В общем, я сегодня еду к своему косметологу. Я к ней давно-давно не ездила, потому что мы постоянно куда-нибудь улетаем. Она будет сейчас в шоке, потому что увидит мое лицо, безвоженное, нуждающееся в помощи. Я приехала, иду сейчас в салон. Это мой любимый район, потому что я здесь училась 4 года в университете в Ниазе. Кому интересно. Вот, познакомьтесь с косметологом Татьяной. Здравствуйте, приветствую. Мы будем работать с моим лицом, с шеей и с зоной декольте, поэтому мне придется снять платье. Буду вот здесь лежать на кушетке. И почему по Т-зоне больше всего поры расширены? Потому что мы стараемся, как бы сальная железа выделить, мы стараемся что-то смотировать и подсушить. Но чем мы больше сушим, мы тем больше ее вызываем активность, активность сальной железы. А раз активная сальная железа начинает активизироваться, поры начинают расширяться больше и больше. Вот отсюда мы и получаем расширенность пор и теряем влагу. Расширенные поры по носогубной складке решаются только моментом активного увлажнения. Чем мы больше увлажняемся, тем мы больше балансируем сальную железу. Как только мы замечаем расширенность пор по носогубной складке, мы делаем акцент на увлажнение. Больше и больше, больше и больше. Только акцент на увлажнение. Но при этом должно быть очень хорошее умывание. Что мы будем сейчас делать? Первый этап всегда это, как и дома, у вас до макияж. То, что у нас водостойка или как? Да, кстати. Мне сняли косметику. Видите, мой ужасный прищ, который подвел меня и вылез три дня назад. Вперед или в постминструальный период. Три элемента акне. Это норма до трех элементов. Вот все, что уже свыше, там уже нужно смотреть. Опять же, или сами подавили, самонимфицирование произошло. Или попытались это скрабировать, посчитая, что это уберет. Опять же, произошло самоинфицирование. То есть, или же все-таки это уже пошли какие-то воспалительные заболевания внутренние. Потому что наша кожа, это как лакмусовая бумажка. Все то, что у вас происходит здесь, отразится здесь. Есть обезвоженность. Я все-таки буду делать сбалансированные очищения, от которые вы будете ощущать комфорт. Но в то же время мы хорошо очистимся и снимем сразу воспаление. Потому что есть немножечко, и щечки чуть-чуть реагируют у нас. Есть чувствительность на щечках. Это мыло содержит 2% салициловой кислоты. 2% салициловой кислоты допустимые нормы даже для беременных, женщин с лактацией. Сейчас мы начинаем уже терапию. По лечению кислотное нанесение. Начнем с салициловой кислотой. Поверхностный пилинг. Я немножечко снизила разбавитель салилированной водой. 3 основные ингредиенты это пилинг, сыворотка нейтрализующая и с очень активным фактором увлажнения. И 2 масочки увлажнения и ревитализация. Это есть пилинг с азолаиновой и гликолевой кислотой. Все в слабой процентовке, но гликолевая кислота дает свои определенные ощущения. Это покалывание. Второй этап терапии нанесения нейтрализующей сыворотки. Нейтрализуем кислоты с сывороткой увлажняющей и нейтрализующей. Третий этап терапии, не процедураминотерапии, это нанесение увлажняющей маски. То есть так как все-таки кожа обезвожена, нам нужны еще дополнительные увлажняющие факторы. Это в биоплазме есть отдельная увлажняющая маска. Она, кстати, есть в домашнем уходе, домашний объем 75 миллилитров. Завершение терапии, это уже нанесение, соединение двух масок, ревитализирующей и активной маски. И получается альгинатная. Это относится к альгинатной маске. Вот сейчас момент такого, как, может быть, даже подпекать немножечко будет. То есть дискомфорт будет присутствовать на лице. Причем очень и даже на век она неподвижная, и на нижний век, то есть очень близко все наносит. То есть сейчас у нас кожа готова, активно готова к еде. Вот так скажем, да? Она готова кушать. Объясняется. Она у нас готова кушать. И то, что мы сейчас уже нанесем, это не смывается до утра. Поэтому сегодня, пожалуйста, постарайтесь не делать таких процедур, которые бы вызвали активные ссорные железы. Это фитнес, ну, спорт, бани, горячий душ. То есть душ, да, но быстрый и прохладный. Тоник, не спиртосодержащий. Второй этап нанесения активной сыворотки выражняющей. Это также будет вверх глазу. После сыворотки уход за розетой глазок. Сейчас я буду применять препарат коксилжир. Вы можете похлапывающими движениями это делать. Мы все сделали мне процедуру. Приехала я домой. Результат на лицо, так как тон лица стал просто ровным. Косметолог выслушала, чем пользуюсь я, все мои продукты. И порекомендовала мне тоже, конечно же, кое-что из жиджи. Но я не знаю, буду ли я брать себе, не знаю. Посмотрим. Первую процедуру мне сделали это биоплазм. Затем мне на следующей процедуре будут делать чистку лица. И третья процедура будет завершающая. Там, по-моему, будет аппарат. Вот этот их супераппарат. Это безинъекционная мезотерапия. Всем привет-привет. Сегодня у меня второе посещение у косметолога. Все вопросы, которые вы мне написали, я обязательно сегодня ей задам. Вот. И останется последнее, потом третье посещение. В общем, я уже лежу на пушетке. И все, что сегодня будет происходить с моим лицом, уже будет шнатьяна. Пусть расскажет, потому что я не запомню. Если первая процедура у нас была подготовительная, как мы сказали, мы активно увлажнились, подняли верхний роговой, подняли все, что возможно было поднять на поверхность, сняли воспалительные моменты, сняли моменты чувствительности, то вторая процедура – это будет травматичная процедура. Но так как лето, и так как Женя очень активная по возрасту, по своим семейным обстоятельствам, она активная в плане переездов, то нам травматичную процедуру нужно будет сразу реабилитировать, то есть кожу реабилитировать, помочь ей сразу восстановиться. Поэтому первый этап – это будет дермообразие, алмазное. В дермообразии есть несколько насадок. Мы будем работать с самой легкой, самой менее травматичной. Но так как некоторые поры глубоко забиты, и поры глубокие, особенно по Т-зоне, то мы обязательно подсоединим механическую часть. После того, как мы вас травмируем, мы сразу же начнем реабилитацию в виде увлажнения. Увлажнение будет низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Это будет вводиться вручную, очень приятное, массажное движение. Первый этап всегда – это снятие макияжа, иначе называется демакияж. Отчищение. Калькелет рекомендовано посещать космолога. Когда есть уже необходимость, то есть если вы заметили первые признаки – недовольство. Вот вы чем-то недовольны. Я думаю, что лучше всего тогда и обращаться. А это может быть в любом возрасте. Это может быть в 11 лет. Ко мне мама приходит с девочками, у которых 11-13 лет. Ко мне приходят уже студенты. Бывает, опять же, еще раз говорю, с подросткового возраста проблемы с самолечением. Чаще всего это спиртовые вещи, болтушки. Очень популярный препарат скрабирования, использование хороших тональных средств плотных. И вот, конечно, тогда уже мы начинаем лечение. Для какого типа кожи все процедуры? Именно процедуры, которые мы проводим для Жени, это индивидуальная программа. И для всех пациентов программа выбирается индивидуально. Нет протокола, который будет стандарт найти для всех. Или, допустим, для комбинированной кожи, или, допустим, для сухой кожи. Нет стандартов. Всегда только по показаниям. И я не могу вначале сам, когда мне спрашивают, сколько мне нужно денег, это естественно, это нормальный вопрос. Сколько же мне нужно денег на эту программу? Сколько это будет процедуры? Сколько каждая процедура будет стоить? В каком режиме мы ее будем проводить? Это невозможно. Мне кожа сразу не напишет, как она будет реагировать. Я предполагаю, но кожа мне всегда будет выдавать то, что я должна буду делать с ней вот в данный момент. Но есть стандарт. Вот три процедуры – это стандарт. То есть привести более или менее вашу кожу в порядок, более или менее, чтобы она вас удовлетворяла. Это где-то 3-4, максимум 5 процедур, если это в очень обычном варианте. Второй этап подготовки уже к травмированию. Я использую инзинный пилинг. Для беременных какие процедуры можно делать? Разные. Да, есть препараты, противопоказанные в период беременности с дактацией, определенные ингредиенты. Есть девушки, которые на протяжении всей беременности проходят поддерживающие процедуры. И они точно такие же, только за исключением каких-то определенных препаратов. Еще вот спрашиваем длительность этих процедур, насколько эффект хватает. Если мы говорим о лечении, то ни о каком эффекте не говорим. Но в принципе уходовой процедуры хватает при хорошем состоянии кожи, хватает где-то 10-14 дней. Болезненные процедуры. Это даже можно сказать, процедура приятная. Что посоветуете применять к морщинам средства или лучшие процедуры в соответствии цена-качеству? 25-35 это профилактические препараты. В любом случае, только профилактические, которые будут направлены на увлажнение. Цена-качество. То есть если мы говорим о диспорте на верхней части, то есть это переносица, лобная часть, орбита глаза, да? То здесь опять же все по показаниям. Это вы должны в любом случае обращаться к специалисту и как он вам порекомендует. Можно вам в этом возрасте делать элемент. Насколько активна ваша нюнка, насколько вы ее не контролируете. И насколько ваша уже морщина достаточно глубокая, если она у вас таковая есть в этом возрасте. Случается и такое. Вот. Если говорить о нижней части, то есть это уже контурная пластика. Я говорю о носогубной складочке. Тут уже будет генетический фактор в таком возрасте. Но ни в коем случае не возрастной. Чем вы раньше начинаете делать такие достаточно серьезные процедуры, тем чем дальше, тем вам придется их делать больше. Советоваться со своим специалистом. Или искать такого специалиста, которому вы доверяете. Но в таком возрасте только профилактические препараты и процедуры. Мы приходим на механическую чистку. Здесь я всегда, конечно, говорила неприятнее. Не сделали чистку, так что я сейчас немножко уродец. После чистки вы должны идти домой максимально. То есть там телевизор смотреть, лежать. Вплоть до того, что душ у вас прохладный, быстрый. Ни в коем случае не горячий. Вы не паритесь, в ванной не принимаете. Фитнесом не занимаетесь. Гулять я тоже не рекомендую после чисток. Вот. То есть вы должны свою кожу оставить в покое максимально. Насколько это возможно. Сейчас у нас будет нанесение поверхностного пилинга. Поверхностного пилинга с алициновой кислотой. Деревные алкулки. Гиалуроновую кислоту. И следом мы будем вводить матричный пептид. Мы знаем, что гиалуронка – это препарат, первый увлажнитель для кожи. И также гиалуронка обладает противовоспалительными свойствами. Поэтому смело после чистки вы можете использовать препараты гиалуроновой кислоты. Сырки, крема, домашнюю маску. У меня есть декоратеси. У него действие противовоспалительное. Восстанавливающая. Я вам уже говорила, Женя, что линия рекавери основана на стволовых клеточках яблока. Поэтому у нее мощный восстанавливающий эффект у этой линейки. Она вот такая вот, зелененькая. Это масочка. Она очень приятная по запаху. Да? Да. Ее не трагмировали. Я обязательно несу рассасывающую ифтеологовую масочку. Здравствуйте. Я тут уже три раза, наверное, засыпала. Я сновидела. Сдержаем процедуру нанесения сыворотки, орбитальной зоны глаз. И нанесем противовоспалительную кремку. В данном случае я применяю сыворотку из линии биоплазмы. Это та сыворотка, которую мы применяли на прошлой процедуре. У нее увлажняющее активное действие и успокаивающее действие. Все-таки я взяла для себя вот такое умывание для лица с 2% салициловой кислотой. Два крема, один ночной и дневной с SPF 17. Всем привет-привет. У меня сегодня третье посещение косметолога. После второго посещения прошло уже 5 дней. И тогда у меня была чистка лица. Все корочки уже сошли. Сегодня мы заканчиваем курс с Евгенией. В восстанавливающей программе мы будем применять методику электромезотерапии. Это также мезотерапия, ведение активных сывороток инвазивно, но не инъекционно. Будет нам это помогать аппарат квадро. Аппарат квадро проводится как раз на восстанавливающих процедурах. Точно так же назначается в программе. То есть от до 6 процедур раз в неделю. Альтернатива мезотерапии. То есть введение активных сывороток, но не инъекционно. Подходит это для всех. Особенно для тех, кто не приемлет инъекции. Кому больно. Даже если кто-то и проводит инъекционную мезотерапию для себя, аппарат квадро также подойдет прекрасно. Потому что он в себя включает 5 процедур сразу. Вернее, извините, 4 процедуры сразу. Это опять же та же подготовка. Затем сама мезотерапия путем электромезотерапии. Введение сыворотки путем электромезопарации. Затем ионный лифтинг. Иначе не стимуляция. И затем четвертый и последний этап. Это гидротермия. Увлажнение с помощью гиалуроновой кислоты. То есть как это все происходит. Мы сейчас это будем наблюдать. Вначале мы снимем макияж. Легенький. У меня только румяна. Корректор. Немножко не было. Интересует состав продукции. Есть ли в ней парабены. На каких ингредиентах основаны. На какие цели направлены. Аллергенна ли она. Запреты на применение. Есть ли беременность или кормление. Еще раз повторяю. Косметика Джиджи. Косметика профессиональная. Очень разносторонняя. Естественно в первую очередь косметику проверяют на карман. Профессиональную косметику. Они отсутствуют в Джиджи. Парабены отсутствуют. Она гипоаллергенная. Прежде чем выпустить любую линейку. Ее вначале разрабатывают. Тестируют. Потом опять же сертифицируют. И на это все уходит. Поверьте мне года. Даже не месяца. Уходит года на это. Чтобы линейка вообще вышла в свет. А в свет она выходит для пациентов. Для наших. Только после того. Допустим если в Израиле уже отработали эту линейку. Ее полностью протестировали. То у нас опять же она запускается. Вначале для косметологов. Только для косметологов. Отрабатывают косметологи. И только после этого они делают отмечения для пациентов. Конечно же случаются случаи. Индивидуальные случаи. Случаются на аллергию. Это два случая. Ну если говорить о 10 лет работы с Джинджи. Из этих 10 лет работы два случая. Но этим людям не только Джинджи не подходило. Естественно есть такая линейка кретинол. Которая во время беременности лактации не назначается. Это вот единственная линейка, которая не встречается для беременности. И первый этап подготовка. Как очищение. То есть мы сейчас произвели до макияж. И очищение глубокое. Вот такие вот манипуляции я произвожу Жене. Ну просто на самом деле это все безболезненно. Единственное что первый этап. Такой звук. Очень громкий и неприятный. Поэтому мы будем защищать ушки. Чтобы это не было так громко для Жени. И глазки обязательно. Потому что будет использоваться низкопроцентная кислота. По-другому. То есть как макро это называется этап джесс. И это любитка сликовка. Так что предполагается как для плетей лактации. Второй этап уже непосредственно идет ведение сыворотки. Мы определили, что мы будем вводить витаминный комплекс, антиоксидантный комплекс для Жени. Потому что она готова для поездки. Чтобы ее подвитаминить, поднапитать. Заполнить кожу. Так достойно. Сувлажнивая. За землями. Упасный аппарат. Да, кстати. Если этого не сделать, то... Пока только распределяю сыворотку, чтобы непосокую кожу начинать работать. Я подключаю. И что мы ощущаем? Пока только сейчас... О, у меня зубы тесные ощущают. Ощущать привкус металла во рту. Ничего себе. Привкус металла во рту. Особенно у кого металлокерамика или импланты, конечно, стоят. Да, прям язык чувствует. Да. То привкус металла во рту. Теперь, что мы должны ощущать дальше? То есть, вот ощущение такого, как ток немножечко покусывает. Есть такое? Иногда же било током немножечко. Вот вы должны ощущать в таком лёгком варианте. Это не должно быть болезненно для вас. Ещё момент. Будете ощущать, как будто бы я вам волосы дёргнула. Да. Это неправда? Это неправда. Вот они ручки. Но на самом деле противопоказания у этого аппарата есть. Есть, да. Беременность, лактация. Да, потому что аппарат создаёт вокруг себя магнитное поле. Противопоказан, кто с кардиостимуляторами. Второй этап процедуры. А мы ремонт. Ну, это второй этап процедуры. Непосредственно уже сама электронизопарация. То есть, когда сыворотку мы вводим в глубокие слои, в дермальные слои. Это какой-то гель, да? Да. Это специальный гель квадро. Иначе называется гидрогель увлажняющий. То есть, до кожи непосредственного ведения сыворотки в глубокие слои кожи. В дермальные слои. Эту процедуру всё равно можно повторять периодически? Она проводится курсом до шести процедур. До шести, да. Раз в шесть процедур с периодичностью раз в неделю. Затем назначаются поддерживающие процедуры. Или же, когда, допустим, мы прошли курс, вот как Женя, мы прошли курс, то есть есть чат для восстановления Жени. Но если вдруг Жене понадобится, вот ей нужно прям вот выглядеть хорошо, хорошо очень выглядеть, и она придёт и скажет, что мне сделать, чтобы я завтра выглядела хорошо. Я скажу квадро. Третий этап процедуры, это ион лифтинг, иначе месте у нас, а работа с лицевыми мышцами. Оно дёргает. Оно не дёргает, происходит сокращение мышц. Мы работаем, да, вот допустим, я работаю по шейной мышце. Вот, то есть это шейная мышца. Да, прямо не сокращается. Она сокращается, совершенно верно. Сейчас я хочу Жене ещё дополнительно подпитать и увлажнить. Для этого я буду использовать маску. Сейчас у неё состояние будет, что она очень, ну, всё хорошо берёт. Поэтому именно в этом этапе мы и будем использовать маску. Маску я выбрала для неё коллаген и ластин. Линия называется коллаген и ластин. Подходит для... нет ограничений возраста вообще. То есть назначение, опять же, индивидуальное. Ну, основой здесь идёт гидролизированный коллаген и ластин. Зампах мягкий. Мы уже сняли масочку, сняли масочку. И готовим кожу к заключительному этапу, этапу гидротермии. А путём мелкодисперсного распорения будем внедрять гиалуроновую кислоту. Гиалуронка вообще для любого возраста, для любого возраста, для любой кожи, с любыми проблемами гиалуронка подходит. Вот так вот. Нифига. Вот такое вот орошение. Поэтому я уже наношу время у нас 6 часов вечера. Я наношу уже ночью укреплю. Всё. Будем прощаться. Да. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»